Всем привет, приветствуем вас на нашем канале Готовим вкусно с Пашкой и Сашкой И сегодня мы будем готовить испанскую тортию Которая, в принципе, подается во всех барах, во всех странах, в Испании То есть это очень известное блюдо Оно может быть как закуска, как первое блюдо, как аперитив То есть то же самое, что закуска В состав тортии входят картофель, яйца и лук Также можно по своему вкусу добавить Кривачок или зеленый перчик и зелень Сейчас мы вам все покажем и все объясним Это очень просто и легкое блюдо Всем привет, я пошел нарезать картофель Картофель мы используем достаточно крупный Здесь неважно, мы его все равно должны будем Нарезать достаточно мелко Кстати, в отличие от французской тортии Которая состоит только из яиц Испанская, может подаваться как самостоятельное блюдо Поэтому состав у нее соответствующий Картофель, яйца и наполнители по вкусу Хотя в классическом рецепте по тортии Кроме картофеля, лука, как сказал Александр и яиц И больше ничего нету Картофель нужно нарезать кружочками Не знаю, что мы для этого будем использовать Вот, вот такая у нас есть штука Вообще отлично Да Да, вот У нас есть тарелка Ага Как же круто Подготовили картофель Картофель у нас получилось нашатковать Вот такими вот тоненькими пластинками И переходим к луку Лук нарезаем кольцами И дальше шинкуем точно так же мелко В принципе размер не играет значения в этом блюде Поэтому нарезали лук кольцами И разрезаем еще по нескольку раз Тортия это блюдо достаточно простое И можно сказать даже так ленивое Подойдет для тех моментов Когда нужно что-то быстро приготовить И при этом как-то удивить своих гостей Чем-нибудь интересным Вот собственно лук у нас готов Переходим к нашим персам И баклажану Кабочку Снимаю 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 А почему мы плачем? Потому что А вот притина Булковый дракон Булковый дракон Булковый дракон Булковый дракон тукнул Натираем наш кабачок На нашу не знаю как она называется правильно В России и Украине Здесь она называется Магдалена Ну я так подозреваю шатковница Или что-то в этом роде Такие у нас кусочки Нашего кабачка получается Мы их разрежем еще на 2-3 части Ну скорее всего возможно даже на 4 И добавим нашу тортию Как мы говорили в прошлом выпуске Аккуратно отрезаем верхушку перца И достаем семечки И все белое что есть в перце Нужно вырезать Хотя кстати здесь в Испании Почему-то говорят что вот именно Вот в этих белых штуках Больше всего содержится Вкуса перца Ну в данный момент я пока Не могу это поддерживать Поэтому мы их Аккуратненько вырезаем Вот такие полосочки перца Нам примерно понадобятся И мелко их шинкуем Продукты мы подготовили И готовить тортию Мы начнем с того что Обжарим картофель Вместе с луком До нужного нам состояния Масла нужно достаточно много Ротку заливаем на нее масло Достаточно много масла нужно Выбрасываем Масло лук И начинаем Обжаривать картофель Вместе с луком Здесь примерно 350 грамм лука У нас также Порядка двух килограмм Картофеля Который мы должны Довести До нужной степени Готовости Можно использовать Можно использовать Более глубокую посуду Для этого Вот Я думаю это максимум Что мы сможем сделать До сковородки В процессе Стало понятно Что если мы готовим На 12 персон Три порции Тортии Мы не сможем Просто этот объем Перемешать Адекватно Используя Адекватно Используя сковородку Поэтому мы решили Воспользоваться Кастрюлькой И сделаем это все Кастрюли Меняем Расположение Добавляем Немножко масла Мы раньше добавляли В картофель Доливаем масло И размешиваем Вот это совсем другое дело Солить и перчить Мы будем Практически в конце Да уже все Доготовится Картофель У нас дошел Практически до кондиции Смотрите каждый готовит По своему вкусу Картофель можно сделать Чуть более зажаренный Но я люблю Готовить Тортию Вот когда картофель Еще белый Но он же достаточно мягкий И в принципе готов Убираем его теперь из плиты И даем ему Немножечко остыть Сейчас мы с вами будем Готовить Классическую Испанскую тортию Для этого нам понадобится Соль Перец Яйца И непосредственно Наш картофель Который уже успел охладиться Я просто объясню Зачем картофель Нам нужен был охлажденный Когда мы будем Замешивать с яйцами Чтобы яйца Не свернулись Раньше времени Для первой порции Нам понадобится Примерно четыре яйца Отбиваем Аккуратненько Перец Перец Значит Добавляем наши яйца Перец У нас смесь перцев Для большего аромата Много не нужно Вот так Примерно будет Достаточно Солим Чайная ложка соли И размешиваем Добавим Еще немного зелени Все-таки Наш пластический рецепт И забрасываем Получившуюся И забрасываем Получившуюся смесь Картофель Картофеля Нам понадобится Наш картофель Желательно Сохранить хлопья Но опять же таки Все зависит от степени Прожарки Кому как больше нравится Я вот люблю Когда картофель Белый остается Цвет нам дадут Наши приготовленные Жареные яйца с картофелем Когда мы это все дело замешали Разогреваем Масло в сковородочке До Больше не шипения Пара Дыма Вливаем масло И Быстренько Быстренько Начинаем это все Двигать Чтобы яйца не успели Пригореть То есть Чтобы все перемешать Чтобы у вас потом В середине не было Недокотовленных яиц Когда видите вот такую Примерно консистенцию Что яйца начали уже Подготавливаться Твердеть Делаете форму И Убавляете огонь За Неналичием За неимением Крышки Мы накроем это все Просто обыкновенной тарелкой И Оставим на пару минут Чтобы она приготовилась Пока мы готовим классическую тортию Мы подготовим также и тортию Которая 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 Готовится На севере Испании Это именно тортия С добавками Которые состоят Из перца И из кабачка Сейчас мы это обжарим У нас Уже налито масло На сковородке Сковородка разогрета И забрасываем Вначале кабачок Кабачок нам нужно довести До слегка золотистого цвета И добавим Потом перец Вот Вот Уже наши кабачки Слегка припустились И добавляем сюда перец Мы не будем его сильно зажаривать Пережаривать Мы хотим чтобы Сохранились абсолютно все Витамины Поэтому просто слегка припускаем На кафе можно овощи слегка посолить Если у вас есть желание Буквально капельку Потому что там у соли яйца По вкусу Вот до такого состояния Мы довели овощи Кабачок у нас стал полупрозрачным Перец начинает становиться мягким На этом этапе можно остановиться И Вернуться к нашим яйцам Подготовить вторую партию По северо-испански Оставляем в сторону Нет Повторяем процедуру Но уже Вместе с картофелем Добавляем и Нашу начинку для тортии Основа у нас была точно такая же Как и для первой тортии Сейчас Мы добавим сюда Нашу начинку Бросаем не очень много Где-то наверно Один к двум по отношению к картошке Все Перемешиваем и повторяем процедуру А вообще чтобы популяризировать наши видео Нам сказали dated «Котика» Кodi Киса Скажи что не идет А на камеру Подписывайтесь на наш канал Да итак мы забыли снять первую тарелку как мы ее переворачивали поэтому сейчас вам покажем и объясним берется тарелочка накрывается аккуратненько прижимаете рукой так чтобы не раздавить если у вас есть крышка сковородки намного лучше у меня такой не имеется поэтому использую тарелку желательно какой-то емкость если у вас потечет то чтобы не на полу да вот тарелка такая красота кстати тортия подается в качестве холодного блюда в качестве закуски поэтому оставим ее остудиться на окне и через полчаса можно будет уже подавать очень красивая фактура очень аппетитно это выглядит всем приятного а мы пока готовим оставшиеся первый кто попробует нашу тортию это будет мой собакин шакс если он оценит значит все будет отлично шакс бенеки бенеки сиентате сиентате мой бен кирэс ты густа си мой густа ну чтож тест пройден это было вкусно подписывайтесь на наш канал вот мы уже приготовили 4 торти к сожалению вы видите только три первую тортию съел оператор которая была без начинки как только мы отвернулись он был настолько голодным а не выдержал вот и но смысл остается один так и так как и основа для пиццы ждет своего наполнения классическом варианте это еще раз повторим картофель и яйца лук немножко зелени соль перец во всех остальных вы можете добавлять все начиная от зелени овощей точнее и заканчивая анчоусами рыбой порезать колбаски и помидоры все что вам захочется это блюдо с неограниченной фантазией подается оно холодным хлеб различного различные соусы может подаваться с майонезом с токетчупом такой бутерброд вкуснятина попробуйте